Природа воистину волшебна. Она способна вдохновлять и удивлять. Когда нам кажется, что мы видели все на этой планете, природа предоставляет нам очередные доказательства того, что нам еще многое придется узнать о нашей планете. Щучья морская собачка. Эта устрашающая рыбка обитает вдоль Тихоокеанского побережья. Они известны в первую очередь своими невероятно большими ртами. Данная морская собачка довольно темпераментна. Она яростно охраняет свой дом ото всех недоброжелателей, вне зависимости от размера хищника. Известны атаки этих рыб на людей, которые вторглись в их жизненное пространство, но в остальном они считаются безвредными. Бразильская горбатка. Эта маленькая насекомая выделяется выростами на спине самых необычных форм. Эти выросты могут быть разными в виде рогов, гребней, шипов. Иногда такие выросты могут быть больше самой бразильской горбатки. Пока неизвестно, для чего этим насекомым их выросты. Шары на голове сделаны из хитина, а на голове и ножках растут волосы. Их назначение также остается загадкой. Несмотря на то, что плавает рыба-ходун, мягко говоря, не очень хорошо, она умеет очень быстро бегать по морскому дну. По мнению биологов, данная рыба плавала исключительно по морскому дну, где могла быстро найти себе укрытие и пищу. В результате эволюции у нее появилась пара плавников конечностей, которые очень похожи на руки. С их помощью она способна быстро передвигаться по дну. Впервые эту рыбу обнаружили у берегов Австралии. В 1990-х годах лишь два вида этих рыб было задокументировано. Идиоканты. Добавьте это существо в список вещей, которые вы не хотели бы увидеть перед собой. Хотя на самом деле эта рыба довольно интересна. Она создает собственное освещение с помощью биолюминесценции, а самки в 8 раз крупнее самцов. Встречаются в Атлантическом, Индейском и Тихом океанах. Тихоходки. Первый раз данное животное описали еще в 1773 году. Гетце описал тихоходку как Кляйнер вассербер – маленький водяной медведь. Позже, в 1777 году, Ладзаро Спаланцани, ученый из Италии, назвал это существо Ильтардиградо, что переводится как тихоходки. Стоит отметить, что тихоходки могут выжить без еды и воды около 10 лет. Они живут глубоко под водой, где невероятно высокое давление. Кроме этого, они могут выдерживать дозу радиации в 10 раз превышающую смертельную дозу для человека. Мегалодикопия. Это хищное морское существо, обитающее на глубине до 3300 метров. Когда она находится в состоянии ожидания, ее ловчий аппарат в расплавленном виде. Если в него заплывает мелкое животное, то губы этого аппарата сжимаются, добыча оказывается в ловушке и отправляется прямиком в желудок. Самое интересное – это то, что для заманивания потенциальной жертвы мегалодикопия включает свою биолюминесценцию. Морской слон. Это животное названо так благодаря его хоботообразному носу, который присутствует у самцов и большому размеру. Морской слон – отличный пловец, но на суше, чтобы куда-то добраться, ему приходится с трудом ползать на своем животе. Также обратите внимание, насколько человеческие у них глаза. Есть два очень похожих вида морских слонов. Северный морской слон, которого можно обнаружить на западном побережье Северной Америки, и южный морской слон, являющийся обитателем Антарктиды. Нетопырь Дарвина. Глядя на ее яркие красные губы, можно подумать, что эта рыба улыбается, но это не так. Предполагается, что благодаря своим ярким губам эти животные узнают друг друга и далее спариваются. Нетопыри Дарвина обитают на морском дне, поэтому их плавники эволюционировали в выступающие конечности, похожие на ноги, помогающие им больше ходить, а не плавать по океанскому дну. Морская химера. Эти глубоководные рыбы являются дальними родственниками нынешних акул. У них есть и второе имя – акулы-призраки. Живут эти рыбы на больших глубинах, более 2,5 километров. В некоторых ресторанах этих рыб готовят и подают как мясо. Было время, когда масло из печени химеры использовалось для смазки огнестрельного оружия. Плащеносный броненосец. Это животное проживает в центральной части Аргентины. Там оно встречается в сухих лугах и плоских песчаных зонах, где растут кактусы и колючие кустарники. Большую часть жизни плащеносный броненосец проводит под землей. Этот вид находится под угрозой вымирания. Аксолотль. Это маленькое существо, также известное как ходячая рыба, на самом деле является саламандрой. Оно бывает черного, серого, белого и золотого цвета. Они обитали в Мексике, но, к сожалению, в дикой природе их не видели с 2013 года. А все из-за разрушения окружающей среды, которое привело к уничтожению домов многих животных. Будет интересным отметить, что с ацтекского языка аксолотль означает «водяная собака», «монстр». На этом все. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok